Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 24 января и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар вчера закрылась выше открытия, сегодня с утра уже обновили максимальные значения, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.2305. Поэтому в рамках текущей тенденции у нас сохраняется рост по паре евро-доллар. Следующие цели это 1.2362, но и далее мы можем уже увидеть на 1.2543. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое восходящее движение. Следующие цели находятся на максимуме в области 1.4111, а ближайший разворотный уровень можем отметить на минимальные значения вчерашнего дня, отметка 1.3915. Пара американский доллар, канадский доллар вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений, которые были зафиксированы 22 января, что в рамках часового таймфрейма нас перевело в фазу снижения. И цели по данному снижению находятся в области 1.2380, далее уже снижение на 1.2251 будет актуально. Пара американский доллар, японская иена продолжает свое нисходящее движение. Сегодня обновили минимальные значения, которые были зафиксированы вчера, и следующие цели по движению это области 1.1881. Ну а ближайший разворотный уровень можем отметить на максимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.1117. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. Пара австралийский доллар, американский доллар вчера смогла закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 22 января, что в рамках часового таймфрейма нас перевело в фазу снижения, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся ниже максимальных значений, которые мы видели 22-23 января на отметке 0.8026. Если все-таки австралийцы удастся закрепиться выше данного уровня, то уже сценарий продолжения роста будет более вероятен с целями на 81.24. Пара евро-фунт продолжает свое нисходящее движение. Следующие цели находятся в области 87.27, ну а ближайший разворотный уровень можем отметить на максимуме вчерашнего дня, отметка 87.94. Золото продолжает рост. Следующие цели находятся уже выше максимальных значений середины января. Это уход выше отметки 1345 долларов за тройскую унцию, ну и далее движение на 1362. Ближайший разворотный уровень пока можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 1331. Нефть марки Brent смогла закрепиться вчера выше максимальных значений, которые мы видели в начале этой торговой недели, и уже вновь перешли в фазу роста. Цели по восходящему движению находятся в области максимальных значений середины января. Это отметка 70.65 и далее движение на 71.81. Ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимуме вчерашнего дня, отметка 69.23. По индексу DAX тенденция к росту сохраняется, идет обновление новых исторических максимумов. Вчера максимальное значение, которое мы показывали, это уровень 13600. Именно там сейчас находится ближайшая цель для продолжения роста. А ближайший разворотный уровень можем отметить на минимуме вчерашнего дня, отметка 13500. По биткоину пока коррекционно нисходящее движение сохраняется. В том случае, если криптовалюта сможет закрепиться выше максимальных значений вчерашнего дня, это отметка 11377, то уже будет более вероятен переход вновь к росту по данному активу с целью движения на 15392 и уже дали на 20000. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы пишите в комментариях. Всем спасибо за внимание и до свидания.